русский депутат шиповских к нему подходит журналистка и просят дать его интервью ответить на вопросы на казахском языке а он и такой алё я буду говорить по-русски найди себе там каких нибудь переводчиков пускай эти потом переведут это у нас нет переводчиков а вы найдите друзья это было с точностью до наоборот вот прям нереально диаметрально противоположно наоборот он отказался давать интервью на к на русском языке приветствую вас друзья с вами сула вы на канале казахстан сегодня и сегодня мы поговорим сейчас мы поговорим в этом выпуске как раз таки об этом довольно интересными познавательном случае все внимание на экран и так во первых кто такой шиповский геннадий геннадьевич 89 года рождения бауром с могу его назвать бауром потому что я его старше это во первых родился он в кладинской области детдомовский парень был усыновлен казахской семьей поэтому казахский язык у него идеальный на вот гораздо лучше чем мой прям на порядок если на 2 лучше чем мой однозначно и с 2021 года с 15 января он депутат мажориста парламента республики казахстан седьмого созыва член фракции аманат вот я познакомил вас с нашим братом на геннадием шиповских давайте теперь послушаем вот это вот посмотрим этот видеоматериал на который прям мне кажется надо обратить внимание все внимание на экран ну как бы вот так непонятно с какой с какой дырочки вышла вот этого журналистка да извиняюсь если вдруг как-то и обижаю но потому что не могу сдержать своих эмоций может возможно ей пора поменять профессию пойти кукурузу там охранять быть кондуктором в автобусе к примеру я не знаю там зазывалой в каком-нибудь кафе там я не знаю там что еще обычно такие делают но вот как то что-то что-то и надо менять жизнь если она вот так вот обращается и когда ее поправляют и говорит ты найди переводчика на это у нас нет переводчика не нужно нужно интервью на русском языке ну так есть в россию есть в россию я так понимаю нет я здесь не утверждают то есть если тебе человек стал нет слушай я тебе не буду давать интервью на русском языке найди переводчика и он теперь это у меня нет переводчика и все равно настаивая чтобы ты дали на русском языке ну так есть в россию и бери там интервью на русском языке я так считаю друзья вот именно с таким месте контекстом вы понимаете дачами говорю то есть не просто там нельзя нельзя нам давать здесь интервью там запрещать на русском языке нет просто человек изъявил желание дать интервью на казахском языке сказал если что вы найдете переводчика который переведет вам все на русский язык все без проблем но когда она наставителю, он говорит, нет у нас никакого переводчика. Нет, давай на русском языке, не на казахском. Вот тогда для таких конкретно я говорю, едьте куда-нибудь к Багдасарову вон, к Соловьеву, к Никонову и с ними двигайтесь и у них берите интервью чисто на русском языке. А они вам с удовольствием его дадут. Вы как думаете, друзья, прав я в своих рассуждениях или нет? Оставьте свое мнение в комментариях под этим видео, только прошу вас, без оскорблений. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, Казахстан сегодня. Всем пока, салам алейкум, альведарчи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok